В 2014 году у меня вышла публикация в многоведческом сборнике конференции, которая прошла в Карачаево-Черкесии. С того времени я уже забыл про эту публикацию, но, насколько мне стало известно недавно, она вызвала огромный общественный резонанс в интернете, в соцсетях по поводу спора, дискуссии о том, кем же является Кастулан по национальности, нагайцами или казахами. Дело в том, что моя статья называется «Некоторые исторические сведения», потому что мы очень мало знаем об этом великом человеке. К сожалению, нет полноценной биографии, поэтому приходится выискивать в архивах крупицы некоторых исторических сведений, архивных документов 17-го века, начала 18-го века. К сожалению, мы не можем сегодня предложить какую-то полноценную биографию об этом поэте. Но поскольку такая дискуссия в интернете появилась, поэтому у меня представители нагайской общественности предложили мне выступить на эту тему. Я человек не заинтересованный, я по национальности не нагайц, не казах, но как профессиональный историк я заинтересован в исторической справедливости, в том числе касаемо этого человека. Для того чтобы идентифицировать имя, личность Кастулана, для этого достаточно обратиться к текстам самого поэта. Я честно признаюсь, я до 14-го года практически ничего не услышал о существовании такого нагайского поэта. Поэтому я при подготовке статьи обратился в первую очередь к его текстам, которые мне любезно предоставил мой хороший знакомый Эльдар Идрисов. Когда я прочел этот текст в переводе на русский язык, я увидел имя его отца, звали его Суниш Абдуллаулы. Имя его отца стало ключевым в идентификации личности Кастулана. Дело в том, что историки, кто занимается специалистами, кто занимается историей нагайского народа, я сразу скажу, что я не специалист по истории нагайского народа, я в первую очередь занимаюсь историей калмыков. А поскольку история нагайцев и калмыков 17-18 веков тесно переплетена, то поэтому мне волей-неволей приходится изучать в том числе и нагайскую историю этого периода. Имя его отца Суниш Абдуллаулы очень хорошо отражено в русских документах XVII века. В русских документах он именуется под именем Сунича Абдулов. Это очень был известный нагайский мерза и десанин. Он был практически главой всех нагайских и десан, которые кочевали под Астрахань. Так получилось, что, как я уже сказал, история нагайцев и калмыков тесно переплетена. Начинается она примерно где-то с начала XVII века, когда в тепях Северного Прикаспия появляются калмыкии. Кто же такие калмыкии? Калмыкии, по большому счету, это западные монголы, айраты в самоназваниях. В XVII веке происходит такое интересное историческое явление, как второе монгольское второжение в европейскую часть евразийской степи Дешта-Кипчака. Это происходит во второй раз после XIII века. Практически XVII век был последний всплеск активности, пассионарности монголов в мировой истории. Главными участниками были калмыкии, западные монголы. В XVII веке происходит любопытное явление, как попытка монголов закрепиться на территории бывшей Золотой Орды, которую, как вы знаете, тоже в XIII веке основали монголы, Джучи и Фулус. Они пытаются закрепиться на этих землях. Даже в переговорах с московскими властями они заявляют, что это земли, которые были завоеваны их прадедом Чингисханом. Поэтому мы имеем право на эти земли. Это отражено в документах XVII века. Мы видим такую ситуацию, когда потомки золотардынцев, в первую очередь в лице многайцев и монголов, потомков завоевателей, они как раз встречаются в степях Северной Прикаспии. Происходит их постепенное сближение. Первое время, конечно, это были в основном вооруженные конфликты, набеги калмыков на Ногайский ООС. Это примерно продолжалось где-то в 20-30-е годы. А уже с 40-х годов XVII века, а конкретно в 1643 году, Ногайские десаны во главе как раз с Юнича Абдуловым и его отцом, Абдуллой Теникеевым, они как раз добровольно переходят под власть калмыков. У меня даже публикована целая статья в одном из многовеческих сборников. Там вы можете более подробно ознакомиться с этой историей. И вот таким образом, где-то примерно с этого времени, середины XVII века, отец Кастувана, Суниш Абдуллаулы, кочуют совместно с калмыками. Но он не просто так, а что? Дело в том, что с этого времени калмыки ограничиваются не только волшскими рубежами, они постепенно переходят в Волгу и вторгаются уже на правобережье Волги, а конкретно на территорию Северного Кавказа, Кубани, при Черноморских степей. То есть непосредственно претендуют уже на территорию Крымского ханства. И уже в начале 60-х годов калмыцкие тайши вынашивали даже планы по завоеванию Крымского ханства. И это отражено также в документах, поскольку первые боестолкновения калмыков с нагайцами, с крымскими татарами показали их военное превосходство. Надо сказать, что экспансия айратов происходила не только в западном направлении, но и в Восточном, в конце XVII века они даже на короткое время смогли объединить восточную и западную Монголию, до тех пор, пока они столкнулись уже с цинским, манжурским Китаем, и в конечном итоге они потерпели поражение. Территория современного Казахстана в середине XVII века практически на две трети контролировалась айратами, об этом говорят даже археологические памятники, которые сохранились. И вот таким образом Большая Ногайская Орда оказалась на пути монгольской экспансии XVII века. В конечном итоге происходит примерно то же явление, как в XIII веке, когда монголы сумели починить большую часть кипчаков и включить их в состав своей армии. Вот также и Ногайцы, большие Ногаи в основном, это, как правило, были и десаны. И была еще одна группа Ногайцев, это Джамбу-Луки. Джамбу-Луки как раз это были те Ногайцы, которые первыми встретили калмыков еще в XX-х годах XVII века. Первоначально их название было Алтуульские Ногайцы, затем их переименовали в Джамбу-Луки, поскольку на тот момент, когда они встретили калмыков, они кончевали на реке Эмби. По-калмыцки она так же звучит, только в другом варианте Джамбу. Таким образом Джамбу-Луки и десаны входят в состав, это были первые Ногайцы, которые вошли в состав Калмыцкого Орда, затем уже и Калмыцкого ханства. Как я уже сказал, экспансия калмыков не ограничивалась только Волжскими рубежами. Были попытки захватить не только Крымское ханство, но и весь Северный Кавказ. Вы знаете из истории, что в 1643-1444 годах произошло массовое вторжение калмыков в этот регион, где калмыки потерпели впервые существенное поражение. Но это нисколько не остановило эту экспансию, потому что уже в дальнейшие годы, это в 50-60-е годы экспансия калмыка продолжалась. Например, в 1648 году калмыцко-ногайское войско, по разным оценкам оно насчитывалось от 40 до 60 тысяч, оно пыталось вторнуться на территорию Крымского ханства. Правда, они не дошли до Крыма, где-то на реке Миус они возвратились, поскольку в зимних условиях тяжело было на лошадях достигнуть территорию Крымского ханства. Дело в том, что иногда встречаешь в публикациях нагайских коллег или где-то в интернете о том, что калмыки пытались уничтожить нагайцев или выгнать их в земель. Я думаю, здесь не совсем правильно, потому что задача была другая немножко у калмыцких тайшей. Это, во-первых, починить нагайцев под своей властью. Причем это касалось не только больших нагаев, но и малых. И тех нагайцев, которые из-за калмыцкого второжения пришлось уйти на территорию Северного Причерноморья, и тех нагайцев, которые кочевали на тереке, так называемые терские нагайцы. И калмыки, как раз калмыцкие тайши претендовали именно на то, чтобы починить всех нагайцев под своей властью. В конечном итоге им не удалось реализовать этот план, и даже не сумели они реализовать план вторжения на Крымский полуостров. Такие попытки были в 1648 году, как я уже сказал, и такая попытка была серьезна еще в 1651 году, когда по разным оценкам тоже от 10-15 тысяч калмыков и нагайцев участвовал в этом походе. Как я уже сказал, во всех практически походах калмыков участвуют и нагайцы, и, как я уже сказал, и десаны, и джамбалуки те же. Они преследовали свои цели. Во-первых, они пытались при помощи калмыков навредить своим оппонентам, которые, например, кочевали в той же Малой Орде Кубанской, или те, кто ушли в Северное Причерноморье. И практически во всех походах, как я уже сказал, участвовали вот эти нагайские мирзы, в том числе и отец Кастугана Суниш Абдуллаулы. В моей статье представлена очень хорошо родословная Кастугана, которая является прямым потомком нагайского ЭДГ. Таким образом мы видим, что калмыки и нагайцы где-то с этого времени очень тесно контактируют вместе и участвуют во всех совместных походах. Отношения нагайцев и калмыков не всегда были безоблачными, в том числе и между Едисантскими мирзами, и калмыцкими тайшами. В первую очередь это было связано с тем, что у калмыков не был регулирован с московскими властями территориальный вопрос. Поэтому нагайцам приходилось разделять вот эту участь, когда приходилось постоянно доказывать, в том числе и в военных каких-то столкновениях право на кочевать в степях Северной Прикаспии. То есть это примерно между речи Волги, Яйка, Эмбы. Ситуация осложнялась в том, что в калмыцких кочевях отсутствовал их предводитель. После гибели Хорлюка в горах Кабарды в 1644 году его старший сын в это время находился в Джунгаре. И поскольку там в Джунгаре как раз были непростые взаимоотношения, складывались с другими айратскими тайшами, ему пришлось на некоторое время там задержаться. Когда же он вернулся, это примерно произошло где-то в 1647 году, он пытался как-то ликвидировать центробежные силы в лице ногайцев. Потому что ногайский мир застали постепенно задумываться над тем, чтобы вернуться подастых. Чтобы закрепить за собой ногайцев, он принял несколько таких судьбоносных решений. В первую очередь заключение динасических браков между калмыцкими и ногайскими владельцами. Это было первое. Во-вторых, Дайчин отдал право собирать торговую пошлину с караванов, которые передвигались из среднеазиатских городов в московское государство. То есть они проходили через калмыцкие кочевья, и право собирать торговую пошлину доверили именно ногайцам. И третье важное решение – это то, что ногайцам вернули право возвращать награбленное имущество у калмыков, то есть традицию баранты. В результате такого решения Шакурдачина был заключен брак между Сюнчей Абдуловым, это отец будущего Кастугана, и дочерью калмыцкого Этайши Лузана. Лузан был младшим братом Шакурдачином. В результате этого брака появляется, по всей видимости, на свет Кастуган. В одном из своих произведений он называет имя своей матери Бостуган. Я думаю, это имя она уже получила, когда пришла в семью своего жениха. По всей видимости, имя калмыцкого у них было другое. Таким образом мы примерно представляем, что где-то примерно в середине 17 века на свет появляется Кастуган. Сколько же было ему в конце жизни, сколько лет ему было в конце жизни, мы не знаем, потому что где-то примерно на рубеже 17-18 веков его имя исчезает из документов, и мы не знаем до конца, как сложилась его судьба. Так получилось, что где-то примерно в 1696-1997 годах нагайцы, но это уже период правления Юки-хана, а Юка-хан это был уже, получается, внук Шакурдачина, нагайцы, которые долгое время кочевали с калмыками, принимают решение от них уйти на Кубань. И вот он это как раз воспевает в одном из своих произведений, «Родная земля», по-моему, если я не ошибаюсь, где едисаны, джимбулуки уходят на территорию Кубани. И таким образом получается, что это было, конечно, в первую очередь связано с тем, что Аюка, который он также упоминает в одном из своих произведений, хан Аюка, принимает решение уйти из России. То есть был план ухода из России на восток, и правда он не реализовался в конечном итоге, но это очень сильно беспокоило нагайских мир, с которых кочевали с калмыками. И вот, по всей видимости, это стало одним из толчков к тому, что Казахстан принимает решение ухода с Волги на Кубань. Дальнейшая судьба нагайских едисан и джимбулуков складывается примерно следующим образом. Где-то примерно в ходе русско-турецкой войны 1710-13 годов Калмыкии возвращают этих нагайцев на Волгу. Затем в 1715 году всем известный кубанский султан Бахтагирей уводит их обратно на Кубань в результате такого серьезного набега на калмыцкие лусы под Астраханью. Через два года, в 1717 году, Чахдарджаб, это уже старший сын Аюки, возвращает этих нагайцев обратно на Волгу. И где-то примерно в 1723 году, когда у калмыков начинается междоусобица, борьба за власть, это примерно уже последний год жизни Югихана, нагайцы опять снова уходят на Кубань. И вот с того времени они уже не возвращаются на Волгу. И, как известно, в 1628 году турецкие власти или крымские власти организованно массово переселяют вот этих нагайцев, едисан и джумбалуков в Северный Причерноморье. И таким образом, едисан и джумбалуки лишаются, так скажем, возможности вернуться на Волгу. Таким образом, мы можем пройти к выводу, что для того, чтобы идентифицировать, кто же был, кем же был Кастуган, достаточно обратиться к его текстам, в первую очередь. Во вторую очередь, нужно обратиться уже к архивным документам второй половины XVII века. Это нагайские дела, это калмыцкие дела, крымские дела. По всей видимости, остаток жизни Кастуган провел на Кубани или в Крыму. Поэтому, соответственно, нужно изучать архивные материалы по кубанским нагайцам, по крымским татарам. Это примерно фонды 123-127 Российского государственного архива древних актов. Я думаю, в дальнейшем мы можем продолжить исследование жизнедеятельности Кастугана, выяснить в конечном итоге, что с ним произошло там на Кубани, при каких обстоятельствах он скончался и так далее. Материалы есть, остается только работать. Поэтому я призываю и нагайскую общественность, и нагайских историков, исследователей в дальнейшем заняться. Тем более, мы уже примерно знаем, в каком направлении нам двигаться. Мы знаем примерно период, это вторая половина XVII века. Поэтому у нас, в принципе, есть все возможности и условия для дальнейшей работы, для дальнейшего исследования биографии великого нагайского поэта Кастугана. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok